1995 год. Россия в крупном пике передела сфер собственности и влияния. Приватизация в разгаре. Все, что раньше не имело цены, потому что бесценно, ибо казенно, теперь товар повышенного спроса. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый, появившийся честный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Ситуация в экономике к этому моменту должна быть необратимой. Ключевые командные позиции в экономике, а о чем что речь – это нефтянка и металлургия. Они должны быть уже в руках наших верных союзников. Союзники – это банкиры. Особая каста лихих девяностых. Один из них – молодой активный глава аннексимбанка Владимир Потанин. Именно он стал идеологом тех самых залоговых аукционов. Схема, по которой можно было забрать в управление ключевые предприятия страны за сущие копейки. Он-то и поделился своей идеей с главным приватизатором. Чубайс пошел к Ельцину и сказал, что у нас нет денег платить военным, врачам, пенсионерам, пограничникам, полиции. Вообще ничего нет. Ельцин сказал, что нам делать? Он сказал, давайте попросим банкиров одолжить нам деньги. Ельцин не понимал, что ни у каких банкиров никаких денег быть не может после такой гиперинфляции. Просто не может. Но слово «банк» произвело впечатление, банкиры произвело еще большее впечатление. И он сказал, ну а как? А он сказал, а просто так они не дадут. Давайте мы им дадим в залог за эти деньги акции самых лучших предприятий. В последний день лета 1995 года президента Бориса Ельцина убедили. Тогда его рейтинг падал катастрофически. Коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым на предстоящих выборах могли взять реванш. Отменить приватизацию, а за ней и вообще все либеральные реформы. Необратимость от Чубайса сработала. Борис Николаевич подписал особый указ о передаче акций ключевых предприятий из федеральной собственности. Так появился список из 12 перспективных с точки зрения бизнеса предприятий. Нефтедобывающие, горно-металлургические и инфраструктурные. Среди претендентов на заклание Норильск-Никель, Лукоил, Юкос, Сибнефть и Сургутнефтегаз. Идея исходила от бизнеса и желания бизнеса получить, действительно получить интересные объекты в собственность. А с другой стороны, там добыча катастрофически падала. Компании были в долгах, как в шелках. Сколько они стоили в этот момент? Трудно сказать. Правительство выскребает из почти пустой казны остатки 600 миллионов долларов с небольшим. И кладет эти деньги на депозитов. Так называемые банки-любимчики. Теперь можно признаваться народу. И только после этого объявила, что не хватает денег, нужно взять в кредит. У кого? У этих же коммерческих банков. То есть вся дальнейшая операция, это операция сугубо мошенническая. Сам процесс взятия в долг никто не скрывает. Эти же деньги оформляются как заемные средства. Их даже не нужно переводить со счета на счет. Только статус поменять был депозит, стал кредит. Столь нагло и открыто они проводили, потому что были уверены, что никто не узнает. Широкие массы и не узнали. Все проводилось быстро и без освещения в прессе. Псевдокредиты выдавали под залог банку. Госпакеты акций 12 предприятий и стали тем самым залогом. Срок один год. Если деньги государство не отдает, сами предприятия с их пакетами акций перейдут в распоряжение банков. Что, собственно, и произошло. Это наглые, вульгарные мошенники, которые просто были уверены в безнаказанности. И не зря уверены. Генеральный прокурор Скуратов, прокуратура не отреагировали вообще никак. Мы предложили им выступить в суде с иском в защиту государственных интересов. По нашему закону, никто, кроме Генеральной прокуратуры, не мог это сделать. Все уже было решено. Заранее, кто какой актив получит. Попытки поучаствовать в этом со стороны, даже предложив большие деньги, завершились тем, что они были сняты по торговлю. Доходило до абсурда. Некоторые аукционы проходили под началом самих банков-участников. Где-то фигурировали подставные фирмы для создания видимости торгов. Но жаловаться было некуда. Например, с покупкой ЮКОСа пролетел Альфа-банк. Ведь предприятие было обещано Ходорковскому с его Минотепом. Не было просто законодательства. Но была революционная ситуация. И в этом смысле справедливости ожидать от власти, которая стремилась решить политическую, в первую очередь, проблему, мне кажется, не приходилось. Даже алюминиевому королю Михаилу Черному авторитету лихих 90-х не дали сделать свою ставку. Мы участвовали в то время в акционе по норильскому никелю. Но, к сожалению, было принято решение. Наш пакет выбросили с акциона, а выбор пал на другую компанию. Мы так поняли, что банки между собой договорились, что каждому достанется какой-то кусок. Именно Норильск-Никель был самым первым лотом в этих торгах. 17 ноября 1995-го госпакет акций ушел банку Владимира Потанина за 170 миллионов долларов. Все проблемы автоматически были решены, потому что стоимость кредитов была меньше, чем реальная стоимость активов в десятки раз. Всего через пару лет цена этого и других предприятий будет исчисляться уже миллиардами долларов. Прямо или косвенно ими будут править так называемая семибанкирщина. Олигархи, которые оказали Ельцину поддержку на выборах в обмен на госпредприятия и госпосты. На отданных на откуп объектах сменят руководство, переформатируют кадровую политику ведения финансов. Все 12 аукционов проведут в беспрецедентно сжатые сроки. Всего за 40 дней. Последний за три дня до нового 1996 года. Через несколько месяцев Борис Николаевич Ельцин одержит победу во втором туре президентских выборов. Ну а сам автор идеи залоговых аукционов получит обещанное кресло и кабинет на самом верху. Да, это было практически чуть ли не голосованием. Они решали, кого крупный капитал делегирует в правительство. Остановились на Потанине. И понимая огромный опыт Потанина в бизнесе, это было как бы решением и предложением Потанину даже. Володя, пойди туда. Ты сможешь, у тебя достаточно энергии. Иметь своего человека с правительством, премьера, вице-премьера и даже министра, это значит иметь доступ к финансовым ресурсам. В августе 1996-го Владимир Потанин первый вице-премьер. Он курирует экономический блок вопросов и координирует работу Министерства экономики. А через месяц подходит срок возврата кредита и выкупа акций предприятий, тех самых залоговых аукционов. Однако этого не случилось. По официальной версии в российском бюджете просто забыли прописать эти статьи расходов. Это чистое воровство, чистое. Это бешеные потери для государства, бешеные потери для общества. И это, конечно, совершенно колоссальный удар по социально-политической устойчивости государства. Потому что люди поняли, что у власти находятся воры. Все-таки все эти предприятия, они так или иначе сохранились в нашей экономике. И мы не должны забывать, они не ушли в чужие руки. И мы не должны забывать, что именно сегодня формирует российский бюджет. Норильск-никель Владимира Потанина, ушедший тогда с молотка за 170 миллионов, спустя четверть века, будут оценивать уже почти полсотни миллиардов долларов США. Да и с остальными лотами другие акционеры тоже не прогадали. Семибанкирщина надолго поселилась в списке Форбс. Нарушение закона в ходе залоговых аукционов доказать никому так и не удалось. Сема оказалась и выгодной, и безопасной. Однако в тираж так и не пошла. Хотя попытки были. 1997-й. Ну пускай зайдет. Приговорный кудрассов. Кудрассов, уже 12. Я сейчас закончил. Я сейчас там две минуты. Сетис, я закончу и все. Я не буду тебя смущать, поэтому... Я смущу... Боря, родной, ну ладно, пошел звонить. Сколько действительно пришел меня? Две минуты мы закончим. Связь Инвест, тогда никому неизвестная госкомпания. Введение и телеграф, и телефонные сети, и интернет, и спецсвязь. Есть что развивать и на чем заработать. В 1997-м Борис Ельцин согласился отдать в приватизацию и ее. С маленькой оговоркой. На этот раз конкурс будет честным. Чубайс, тогда уже первый вице-премьер в обновленном правительстве, озвучил условия. Будет реальный тендер. Заплатишь на рубль больше, получишь. Заплатишь на рубль меньше, не получишь. Все это не устроило ни Гусинского, ни Березовского, которые в равной степени претендовали на связи инвест. Олигархи поссорились не только между собой, но и с правительством. Началась битва компроматов, манипуляции общественным мнением. Березовский воевал под контрольным ему первым каналом. Тяжелое орудие Гусинского называлось НТВ. Пресловутая ельцинская семья, как себя называла семибанкирщина, рассорилась. С тех пор только бизнес, ничего личного. Так в стране появится еще одно новое понятие. Информационная война. Во всем виноват Чубайс. Что? Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо. Глеб Стерхов, Мария Солопова и Леонид Шаталов. Программа «Вместе». Продолжение следует.